МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скрестить шпаги в Омске, а позже повторить успех на чемпионате России – такой настрой у участников соревнований. Но и победы в юности без труда и безупречной тактики не заслужить. Эти старты для каждого – персональный тест на готовность к новому сезону. Это тренировочный старт перед чемпионатом России сейчас у нас идет. Сейчас мы опробуем свои силы, чтобы показать лучший результат на чемпионате России. Судили спортсменов по олимпийской системе. Лидеры девяти подгрупп и разыграли главный приз турнира. Исторически сложилось, что явных фаворитов нет. Сильных фехтовальщиков много и в Омске, и в Новосибирске, и в Томске. И это уже победа, утверждает мастер спорта СССР по фехтованию Дмитрий Крикорьянц. Соревнования интересные, соревнования необходимые, нужные. Они дают нам повод для того, чтобы понимать, как сегодня готовы наши бойцы – омские, сибирские. Участника соревнований с огромным опытом Сергея Чеснокова из Новосибирска интересуют на этом турнире не персональные медали, а скорее будущие победы фехтовальщиков. Свой вклад он видит в передачу опыта молодежи, тем более у него есть чему поучиться. Мы видим, что у вас в Омске возродилось фехтование. Это очень здорово. Большое спасибо, кстати, тем, кто сейчас возглавляет и спорт, и фехтование в вашем регионе. Это видно. Поэтому, ну, первое, мы стараемся как бы подтянуть и передать опыт всем тем, кто сейчас кадетский, юниорский возраст, 97-го года, там, 94-го. Это прежде всего важно для развития вообще фехтования в Сибири. Прошедшие соревнования – отборочный чемпионат России, который состоится в апреле в Лобне Московской области. Победители и призеры в каждом виде программ наградили медалями и дипломами Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Команда-победительница по итогам всех видов программ стала обладательницей переходящего кубка.